Германия – это классные тачки, Япония – это высокие технологии, Италия – это колыбель моды, Россия – это великая держава, Испания – это фламенко. И именно сегодня я покажу вам, начинающим гитаристам, пять фишек фламенко. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первая фишка играется таким образом, что мы зажимаем на первом ладу третью струну, на втором ладу четвертую, постоянно играем большим и указательным пальцем. Мы сначала играем четвертую струну и играем первую, затем идет третья струна большим пальцем, опять первая, и вторая струна большим пальцем. То есть у нас получилось в медленном темпе так. Повторяем это еще раз. Далее мы опускаем на уровень ниже пальцы, то есть ставится вот на второй лад третью струну и на первый лад вторая струна. Играется большой палец третья струна. Чередуем опять. Мы всегда чередуем с первой струной, то есть дергаем третью, первую, вторую и обратно третью. Дальше мы ставим мизинец на третий лад первой струны, играем, значит, бас у нас третья открытая, большой палец указательно играет первую струну, потом играем вторую большим, дергаем опять первую и возвращаемся на третью. Потом ставим вот аккорд, получается, как F, но он уже идет как бы не совсем F, а такой обрезанный. В общем, конечно, ассоциируется с другим словом, у меня обрезанный, ну ладно. Вот, значит, такой еврейский аккорд. На третьем ладу ставим на четвертую струну, на втором ладу третью зажимаем вторым средним пальцем. И первый лад первая струна. Играется четвертый бас, первая. Третья дергается большим, опять первую и возврат на четвертую. Ну и потом идет у нас... Дальше мы играем то же самое, но на басовых струнах. То есть играется открытая шестая и чередуем со второй. Все чередуем со второй струной. Шестая, открытая, вторая, открытая. Далее зажимается четвертый лад на шестой струне. Открытая, вторая. Второй лад, пятая струна. Басовым большим пальцем играется. Открытая. Повторяем это два раза в медленном темпе. Дальше мы зажимаем на первом ладу вторую струну. Играем пятый бас открытый большим пальцем. Все играется большим и указателем, еще раз повторяюсь. Значит, играем бас, затем играем вторую. После этого мы зажимаем третий лад, пятая струна. И потом открытая. Дальше мы ставим очень простой аккорд. На третьем ладу зажимаем шестую струну. На втором ладу зажимаем пятую струну. Играем шестой бас большим пальцем. Опять чередование со второй струной. Потом пятая струна. И возврат на шестую. Дальше просто зажимаем одним пальцем указательным. Первый лад, шестая струна. И играем шестая, вторая. Пятая, открытая, вторая. Обратно на шестую. Играем шестую открытую, ставим аккорд Е и играем боем вниз-вверх-вниз. И у нас получается вот так вот. Аккорд Е вниз-бой. Дальше идет открытая вторая, первый лад. Все на второй стороне, третий лад. Открытая вторая, и мы возвращаемся на первый лад второй струны. Потом зажимается аккорд АМ, играем боем. То есть вниз-вверх-вниз-вверх-вниз. И играем мизинцем с третьего лада на второй струне. Первый лад, открытая. Дальше у нас идет второй лад, третья струна. И приходим мы первым пальцем указательным на первый лад третьей струны. Играем аккорд Е, тоже боем. Вниз-вверх-вниз-вверх-вниз. Дальше мы ставим либо первый вариант, можно сыграть так вот, он более сложный. Ну, хорош для развития пальцев в левой руке. Играем либо большим пальцем можем играть, можем чередовать указательный и средний палец. То есть играется сначала второй лад на пятый, третий. Потом мизинец идет на пятый лад. В этом сложность, да. И обратно на второй лад. И третий лад пятой струны. И потом после этого аккорд АМ играется тоже боем. Показываю более простой вариант. Можно сыграть это так. Дергается пятая струна на втором ладу. Дальше третий лад пятый. Открытая четвертая. Вместо мизинца можно взять открытую четвертую. И мы возвращаемся на второй лад пятой струны. Ну и, собственно, потом третий палец уходит у нас на третий лад. Идет бой. Аккорд АМ. Ну и здесь мы играем, либо первый вариант можно сыграть так. То есть начиная с пятого лада, идем в нисходящее движение. То есть с мизинца. Потом третий лад, второй, открытая. И вот приходим сюда. Либо попроще вариант, если как бы, ну, сложно. Можно сыграть открытую. Потом сыграть на третьем ладу пятую. Второй лад, открытая. И прийти вот в эту ноту на четвертом ладу, шестая струна. И играется аккорд Е. Бой. Все очень просто. Сейчас еще раз продемонстрирую. Помедленнее. Третья фишка играется очень просто. Зажимается на втором ладу третья струна. Играется бас. Потом третья. И вот когда мы играем вторую, открытую, мы играем прием. Он называется легато или хаммер он или пул офф. И обратно на третью. То есть в медленном темпе звучит это так. Пятое, третье. Потом. То есть вы должны достигнуть вот именно такого звучания. И возврат на третью. Это все повторяется два раза. То есть мы играем открытую. Потом легато на первую и сдергивание идет. Обратно на третью. То же самое. То есть в быстром темпе это так. Дальше мы ставим третий палец. То есть на шестую, на третий лад. Играем шестая, третья. Шестая, третья. И тут то же самое. Первым пальцем мы играем легато. Дергаем сначала вторую открытую. Потом на первый лад. Сдергивание. Третья. И опять играем вторую открытую. Сдергивание. Легато на первый лад. И убираем палец. И опять с третью играем. То есть в более быстром темпе звучит так. Далее мы можем играть первый вариант. Ставим на шестую струну первый палец. На втором ладу мы ставим безымянный третий палец. Играем шестую, третью. И здесь то же самое. Идет открытая струна и идет прием легато. То есть мы играем, дергаем вторую. Потом идет атака на первый лад. И сдергивание. Повторяется это два раза. Если вам сложно сыграть именно вот с такой аппликатурой, можно поставить вместо первого пальца третий палец на третий лад четвертой струны. То есть у нас будет третий палец стоять на четвертой струне. Второй лад, третья струна зажимается. Играем тогда в этом случае четвертую. Третью. И тут то же самое. То есть мы играем открытую вторую. Идет легато на первую, сдергивание и обратно на третью. И еще раз. И потом уже просто шестая открытая. Первая струна зажатая на третьем ладу. И две открытые. Звучит это так. Либо второй вариант. Более простой. Эта фишка играется очень просто. Она звучит эффектно достаточно, но играется на самом деле очень просто. В игре мы используем всего три пальца. В правой руке используем палец П, большой палец, и указательный, и палец М. Ставим на пятом ладу первый палец, на седьмом ладу третий палец ставим. На четвертую струну играем сначала четвертую струну, вторая, открытая, первая, потом соседний лад, возврат, потом поднимаемся на лад выше. Тут играется то же самое. То есть мы просто подняли палец выше на седьмой лад пятой струны, и играем тоже пятая, вторая и первая. Затем идет шестой лад, вторая открытая, первая, и возврат на седьмой лад. То есть это получается вот так вот. Вот все, мы это выучили, и все то же самое играется в третьей и в первой позиции. Сейчас я медленно покажу. Значит, все то же самое играется в третьей позиции. Сначала мы дергаем четвертую струну, зажатую на пятом ладу, большим пальцем. Вторая, открытая, первая, соседний лад, четвертый. Потом поднимаем выше палец третий на пятую струну. Вторая, первая. Четвертая, зажатая на четвертом ладу, вторая, открытая, и возврат вот сюда, откуда мы начинали, то есть на пятый лад. Переходим в первую позицию, здесь играем все то же самое. Играется четвертая, вторая, открытая, первая, зажатая на первом ладу, потом соседняя струна. То есть мы просто убираем, поднимаем палец. Четвертая, вторая, первая, обратно на четвертую. Уходим вверх на, ну получается вот просто вверх поднимаем палец, на третьем ладу пятая струна, пятая струна. Играем пятую, вторую, открытую, первую. И дальше мы играем уже, как до этого, второй лад. Дальше все очень просто. Мы играем, получается, четвертую струну, зажатую на втором ладу. Открытая, вторая, открытая, первая. Идем на первый лад первым пальцем, дергаем. Играем вторую, открытую. Обратно на второй лад четвертой струны. Потом третья, открытая, большим пальцем. Третья, открытая, вторая, открытая и первая, открытая. Получается так. Ну и в конце сам играем четвертая струна, зажатая на третьем ладу. Вторая, открытая, первая, открытая. И приходим вот сюда, на второй лад. Есть еще вариант сыграть вместо третьей, открытой, на пятом ладу, потому что это одна и та же нота. То есть вот нота соль. Кому-то больше нравится играть. То есть вы можете сыграть четвертую струну, зажатую на втором ладу. Первый лад. Обратно на второй, и там уже сделать, подвинуть на пятый лад, или там со слайдом. И обратно третий лад. Обратите, я играю все открытые струны. То есть вот в данном случае. То есть первый вариант это у нас с открытой и обратно. И второй вариант, более сложный. Звучит это так. Зажимаем аккорд ля минор аэм, играем пятый бас открытый. Первая открытая. Вторая. Третья. Бас играет четвертую струну. Потом возвращаемся опять на третью. Вторая. Первая. После этого мы играем на второй струне легато. Мизинец ставим на вторую струну третьего лада. И играем такой вот плотный легато. Идет легато с третьего лада до второй открытой струны. Медленно звучит так. И нужно потом сыграть третью. То есть по ритму тут идут шестнадцатые, все в одном ритме. Еще раз в медленном темпе аккорд аэм. Пятая. Первая. Вторая. Третья. Четвертый. Бас. Обратные движения. Третья. Вторая. Первая. Идет легато с мизинца. Стараемся, чтобы все звуки звучали максимально громко. Дальше идет аккорд G. Зажатый на шестая струна зажимается на... Шестая струна зажимается на третьем ладу. Пятая на втором. Играется у нас шестая струна. Бас. Вторая открытая. Третья открытая. Четвертая открытая. Дальше мы дергаем пятую струну. Она у нас зажатая уже на втором ладу. И идет обратное движение. Четвертая. Третья. Вторая. И дальше идет такая фишка легатная. То есть первый лад мы сдергиваем первый лад на открытую. А на втором ладу зажимаем третью и сдергиваем тоже на открытую. То есть получается вот так вот. Быстро звучит это так. Ну и теперь самое сложное. Это аккорд, который часто используют гитаристы, которые играют в жанре фламенко. Это аккорд F с открытой второй струной. То есть мы берем по сути аккорд F, но не зажимаем его в барре. Мы берем на шестой струне, зажимаем первый палец. Берем на пятой струне третий, потом мизинец на четвертой. И берем на втором ладу третий палец. Играем сначала шестую, затем вторая открытая, третья, четвертая. Еще раз показываю. Шестая. Вторая открытая. Пальцем А безымянным. Потом палец средний играет в правой руке третью. Указательный пришел на четвертую. И мы играем дальше пятую. Вниз играем четвертую, третью, вторую, открытую. И в конце играем вот такой легато. На первом ладу зажимаем первый лад. Это в медленном темпе. И потом берем шестую и первую открытую. И в конце можно сыграть боем аккорд Е. Звучит медленно это так. Субтитры сделал DimaTorzok